Мечтаешь апнуть хорошее звание, но никак не получается выйти с голды, катки постоянно не залетают, давай настроим игру и побед станет гораздо больше! Прямо сейчас ставь лайк и его цифра покажет, какой нож ты получишь в стенд оф 2, поехали! Первое, что делаем после захода в игру, меняем вид рук и оружие на классический. В стандартном режиме все выглядит, конечно, замечательно, красиво, скины можно рассмотреть подробнее, но при игре это безумно мешает, а если мы кликнем на классический, ситуация тут же станет лучше. Теперь оружие и руки твоего персонажа меньше освобождается, очень много полезного места на экране. А если мы заходим в игру повышать ранг, нам не нужно рассматривать скины и залипать в свое оружие. Чем больше видимость, тем быстрее мы сможем замечать врагов и расставлять точные хедшоты. Оружие в нашей игре можно украшать стикерами и брелками, есть довольно дорогие билды наклейок, но можно выбрать очень красивые бюджетные варианты. И помимо ивентовых наклейок, есть стикеры в стилистике карт, один из таких в Сэндстоун. Трем подписчикам подарю эти наклейки, для участия подпишись на канал с колокольчиком, как я показал, и оставляй коммент с айдешкой, желаю удачи. В общих настройках обязательно выключи галочку переключать на поднятое оружие, изначально она установлена у всех игроков. Но пользы практически не приносит, представим классическую ситуацию. На эко-раунде ты с пистолетом пытаешься зарашить врагов, наступаешь на любую пушку и твой персонаж тут же достает это оружие. В этот момент безусловно выйдет враг и все ты проиграл, а если эту галочку отключаем, ситуация будет для нас полезной. Оружие мы поднимем в любом случае, но доставать мы его будем уже по своему желанию. Когда нам это реально удобно по игровой ситуации, и в любых обстоятельствах будем готовы отыграть в моменте, не отвлекаясь на поднятые земли ништяки. Для уверенных побед всегда приходится выбирать между двух огней красивая картинка, ну или стабильный плавный геймплей. На максимальных настройках графики, конечно, можно бегать и любоваться красотами нашей любимой игры. Но далеко не у всех телефоны готовы вытягивать максимальные настройки графики. По этой причине мы спокойно можем ловить просадки фпс в напряженных перестрелках, ну или вообще фризы в самый неподходящий момент времени. Обидно проигрывать перестрелку, когда тебя подставляет железо в телефоне, а не твой скилл. Поэтому в первую очередь отключаем сглаживание и фильтрацию, да картинка станет не такой красивой, как раньше. Зато производительность полетит в космос, эти две настройки безумно сильно бьют по фпс. Отображение убитых персонажей убираем сразу, как зашли в игру, и никогда эту настройку обратно не возвращаем. Модельки поверженных тиммейтов и врагов мешают сразу по двум серьезным причинам. Начнем с того, что моделька игрока может перекрыть тебе обзор в самый неподходящий момент времени. А враг, который эти модельки отключил, прекрасно тебя увидит, и ты буквально подарил ему победу в дуэли. Не очень-то приятно, если честно. Также все модельки поврежденных игроков это нагрузка на твое устройство, что опять может ударить по фпсу в самые ненужные моменты. Очевидно, в этой галочке буквально никаких плюсов для соревновательной игры. Прыжок обязательно поставь на кнопку, изначальная игра предлагает тебе прыгать на двойное нажатие, что крайне неудобно. И твой персонаж будет всегда прыгать в самый ненужный момент, но никто не застрахован от случайного лишнего тапа по экрану. И вот в прыжке ты уже не сможешь сделать стрейф, отдача максимально вырастет, и ты буквально приносишь врагу победу на блюдечке, не нужно. Лучше прыгать чётко на кнопку. А какой же выбрать джойстик, тут вариантов-то на самом деле много. Я советую в первую очередь подбирать исключительно под себя. Многие советчики в интернете любят рассказывать, как хорошо сидеть с тестатичным джойстиком и в какой части экрана по пикселям его располагать. Но тут самое важное. Ты слушаешь советы от человека, который не видел твои руки, твой хват устройства, да о чём говорить. Если он даже не знает во сколько пальцев ты играешь и на каком девайсе. Поэтому в плане настроек раскладки никого слушать нельзя. Тебе в первую очередь должно быть комфортно играть, не должны затекать кисти рук, пальцы не должны тянуться за кнопками. Поэтому джойстик и всё остальное управление ставь исключительно для себя любимого. Тогда ты получишь просто идеальный сетап раскладки, который не сравнится ни с какими секретами настроек. Гироскоп эту фичу добавили ещё очень-очень давно при обновлении Space Vision. Но до сих пор все настройщики разделились на два лагеря. Одни кричат, что эта функция в игре вообще не нужна и пользоваться гироскопом не стоит совершенно. Вторые же уверены в том, что гироскоп это полезная фича, которая позитивно влияет на твой геймплей. Но я хочу рассказать тебе о схеме использования гироскопа, которая хуже точно не сделает. Попробуй сделать тестовые игры в режиме закладки, отыграй пять каток без гироскопа, как ты привык. А вторую пачку из пяти каток с функцией гироскопа и сравни свои результаты. Если тебе действительно гироскоп помогает выигрывать перестрелки и доводится точнее, значит это твоя настройка. Она может быть неудобна всем твоим друзьям, но если лично тебе так играть легче, определенно пользуйся. Я не могу играть на телефоне без гироскопа, мне жутко неудобно и эта функция лично меня забустила. Конечно, по классике для има мы используем самые обычные флики пальцем по экрану. Но как понять, какая тебе нужна сенсу? Сейчас расскажу тебе, как максимально легко настроить идеальную сенсу, ты даже не представляешь, насколько это элементарно. Все, что нам нужно, полигон, отключи в настройках ускорения, чтобы настраивать чистую сенсу. Запускай тренировку и старайся целиться только в голову. Теперь следи за поведением твоего прицела, если ты часто ловишь ситуацию, когда при флике твой прицел перелетает голого манекена. Или наоборот, немного не дотягивается, прямо здесь исправляй сенсу в нужную сторону и сразу запускай еще одну тренировку. Каждый раз корректируя значение сенсы. Как только ты заметил, что ты четко, без срывов наводишься на голову, поздравляю! Ты нашел свою идеальную сенсу, это будет твой личный идеал, который уже никогда не подведет. Прямо сейчас отправь этот ролик другу, пусть он тоже классно настроится и вы вместе апнете легенду. Ну а пока он будет смотреть, нажми на этот ролик, там много голды.